МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итак, минувшая неделя выдалась достаточно бурной. Начало нынешней достаточно интересное. И, в общем-то, есть о чем поговорить. И в этом плане сегодня мы все-таки решили в более такой камерной обстановке поговорить с нашим постальным экспертом Астамуром Таня. И начну я, наверное, с самого такого громкого события, которое произошло на прошлой неделе. Это два митинга у президентского дворца, слава богу. Ситуация, как бы, вот этот драматизм этой ситуации после этих митингов сразу пошел на спад. Но, тем не менее, мне кажется, ситуация, она, как бы, не совсем разрешилась. Но, тем не менее, я вижу в этой истории как и плюсы, как и минусы. Вот я бы хотел твой комментарий услышать, Астамур, по этому поводу, по всем этим событиям, которые произошли, связанных с этим митингом. Какие твои выводы? Ну, я думаю, что этот процесс не закончился. Вот, он продолжается. Пока идет он по привычному сценарию. Политические силы разошлись по двум лагерям. Вот, по традиционным двум лагерям. Ну, слава богу, что все обошлось без каких-то эксцессов. Но, очевидно, у нас тенденция. Мне кажется, у нас происходит постепенная смена поколений политических. Вот, если мы посмотрим на наиболее активных участников всех этих процессов, это представители уже того поколения, с которым в ближайшее время встанет руля Абхазии. Это касается и оппозиционных сил, и провластных сил. Они должны понимать, что они друг с другом надолго. Вот, поэтому все-таки мне кажется, что они должны попытаться выйти на какое-то обсуждение какой-то позитивной программы. Я понимаю, что вот этот инцидент, он был, он очень симптоматичный, эмоционально очень всех затронул. Но себя совсем тоже в тупик загонять, мне кажется, не стоит. Потому что, на самом деле, у Абхазии очень много проблем, и вот именно этому поколению эти проблемы придется решать. В сотрудничестве, в симбиозе, в разных будут складываться политические союзы, политические обстоятельства. Но мосты никогда сжигать, я думаю, они стоят. Вот это самое главное. Нельзя в таком, как наше общество, такое небольшое и со слабой экономической базой, доводить ситуацию до крайности. С другой стороны, я вот, знаешь, Астамок обратил на что внимание. Вот, допустим, президент уже, ну, без малого два года, да, Аслан Джами стоит во главе государства. И до этого момента как-то более-менее достаточно спокойная атмосфера была, относительно вообще Абхазии, да. То есть, если можно говорить, учитывать нашу вечную нестабильность, тем не менее, вот такая более-менее такая спокойная ситуация была. И можно было вот в этой спокойной ситуации, когда тебя не поджимают, там, у президентского дворца, там, не устраивают митинги, там, провести какие-то преобразования, то есть, у тебя начало президентского пути, и ты, как бы, волен делать какие-то, может быть, даже и радикальные шаги, которые тебе даже не популярны, которые могут проскочить. Но, тем не менее, в общем-то, таких явных каких-то телодвижений, резких, меняющих вот стиль управления, вот сложившийся, там, годами от президента к президенту, переходивший вот этот стиль управления, он как-то сохранялся. Да, и сейчас, мне кажется, вот с этим митингом, который, там, оппозиция очень быстро оседлала, да, вот эту ситуацию, она, там, как бы, ухватилась за это, и, там, поддержала, там, от Зюджица и так далее. Мне кажется, от этой ситуации президент, условно говоря, наверное, тоже, наверное, выиграл. То есть, он теперь может в реальности ничего, в общем-то, каких-то серьезных преобразований не делать, но, тем не менее, он пускает ситуацию, там, довольно привычном русле, когда политически выстраивает, внутриполитическую ситуацию выстраивает на деля, там, наши, мои и твои. То есть, мы никогда будем защищать своих, то есть, свои будут защищать его и так далее. То есть, вот это такое баррикадное, которое сохранялось, было и, там, при Александре Анквабе, при Багадше было, и при Хаджинбе было, и сейчас, в общем-то, такая тенденция, мне кажется, намечается. Ошибались ли я? Мне кажется, что у власти есть, изначально, с момента ее прихода к рычаговому правлению, действующей власти, есть серьезные проблемы. Во-первых, она очень медлительна. Я думаю, чтобы вот даже этот, ну, кризис... А ведь, у нас власть не медлительная. Ну, это вот просто, есть какие-то тоже, есть с чем сравнивать. Мне кажется, сейчас по этому параметру они и предшественникам своим уступают тоже. Вот, очень медлительно. Ну, вспомним, как долго шло формирование кабинета министров. Как будто, я не знаю, собирались со всего мира, там, выпускников Оксфорда, Кембриджа. У нас достаточно такая узкая, небольшая, это камейка запасных. Вот, примерно, в каких параметрах будет сформирован кабинет министров, было понятно с самого начала, чего там было тянуть. И второй существенный недостаток, это практически полное отсутствие публичной политики. Ну, просто не комментируются даже самые важные события. Из-за этого общество вообще не знает, какой курс власть проводит. Внутри политически, внешне политически, что собираются делать, на что надо... Ну, пропаганда это очень важный инструмент управления. Но если ты что-то собираешься сделать, ну, ты должен сначала это рассказать, аргументировать, убедить. Для этого есть, помимо телевидения, сейчас мы живем в эпоху глобализации. Сколько инструментов, социальные сети есть, всякие телеграм-каналы. У нас почему-то телеграм-каналы используют для того, чтобы грязь друг на друга лететь в основном, да. Есть, ну, за редким исключением, есть у нас информационные каналы тоже в телеграме. Вот, ну, это тоже очень важный рычаг, который работает и на молодежь. Вот, сейчас оппозиция съезд молодежи собирается проводить. Ну, кстати говоря, повторять, кажется, то, что делала, там, допустим, Аслан Джаня в период своей оппозиционной деятельности, у нас тоже тогда у них съезд молодежи и так далее. Ну, я думаю, что, ну, в принципе, что? Я думаю, что съезд молодежи, это неплохо. Главное, какую повестку там озвучишь. На этом, где-то одних политических взглядов, наверное. Ну, мне кажется, что, помимо протестной какой-то повестки, на таких мероприятиях нужно озвучивать и идеи, которые потом собираешься продвигать. Потому что различие оппозиции, наверное, и власти не заключается в разнице их подхода к кадровым вопросам и, не знаю, к подходам решения вот этого текущего кризиса, который вот вызван событиями, вот, каковременными. Вот, надо о чем-то долгосрочно, наверное, думать. Но какие, допустим, ты плюсы увидел вот в этой ситуации? Я ничего нового, никаких плюсов особых не вижу. Единственный плюс, он сохраняется у нас, что наше общество настроено на избегание непосредственных каких-то столкновений. Но это уже как традиция. То есть это, все-таки абхазцы стараются, видимо, и наши тоже. Традиции старые тоже, они были на это нацелены, на избегание, до последней крайности на избегание всяких межличностных конфликтов. Вот, наши традиции, вы на это работали. Вот, в этом смысле какая-то, видимо, преемственность тоже есть. Но, понимаете, если не будут лишаться, хотя бы не появится тенденция лишения, важных, прежде всего, экономических вопросов. Эта традиция избегания, она рано или поздно закончится. Мне кажется, есть еще один плюс, который является продуктом всей этой истории. Президент, когда утверждал свою должность, возвращал на свою должность министра внутренних дел Дмитрий Атбар, он все-таки, мне кажется, сказал очень важную вещь, что дальнейшее, если что-то такое будет повториться, то, как бы, пеняй на себя. То есть, мне кажется, в этой истории это тоже очень важно, потому что, да, резонансное событие произошло, избили там депутата, избили ветеранов войны, но очень много такого рода инцидентов оказались незамеченными. То есть, обычные люди, когда там происходит вот так, с ними там милиция обходится, и даже бывали там разные смертельные случаи, там можно 7 раз упасть с лестницы, и все это оформляется, как бы, протоколом, как естественное явление, то есть, не поднимало шума, да, только такого резонанса не имел. Сейчас, все-таки, мне кажется, после вот этого всего шума, наверное, милиция, как бы, не будет себя так вольготно чувствовать. Я имею в виду вольготно, вот этот бандитский стиль наведения в порядок, он как-то будет подредактирован, мне кажется, все-таки, потому что, наверняка, за всеми этими событиями будет следить и оппозиция, как бы, смотреть, как Дмитрий Дбар руководит министром Министерства внутренних дел, как его, как вообще правоохранительная система работает в рамках закона. И мне кажется, это тоже важно, хотя, конечно, конфликт все-таки не удалось разрешить, и он хотя бы такую спокойную фазу перешел, но нет никаких, как бы, гарантий, что, как бы, этот же конфликт не получит продолжение. И мне кажется, вот, вот эта ситуация, она должна, наверное, все-таки не успокаивать президента и его окружение. Как ты думаешь? Ну, я думаю, что, на мой взгляд, объективно, в силу того, что нет каких-то очевидных шагов в направлении экономического развития, решения внутриполитических проблем, реформирования политической той же системы, вот, мне кажется, идет объективно процесс ослабления власти. Вот. И нынешней власти, вообще, в целом, власти как института. Вот эта серьезная проблема, она сохраняется. Так что, я думаю, что мы не застрахованы, естественно, от... Это не обязательно будет, не дай бог, конечно, чтобы еще какие-то подобные поводы были, вот, но... Сама ситуация ведет к тому, что кризис будет углубляться, если его не решать. Ну, вот ты говоришь об экономическом аспекте, который нам очень важен, да, и при этом, как бы, вот, смотришь на действия президента, у него там все, как бы, все мысли, и вся риторика, в общем-то, связана с экономикой. Это привлечение инвесторов, инвестиции, создание, там, условий, определенных, там, годный режим, и так далее. И сейчас, там, в понедельник, выступая, там, в Кварчале, он заявил о том, что необходимо все-таки дать возможность россиянам приобретать здесь недвижимость. Жилье, да, и что у нас не хватает народонаселения, не хватает квалифицированных людей, при этом он, как бы, отметил, что надо все-таки сделать так, чтобы этот вопрос не политизировался, без предоставления, права предоставления гражданства в дальнейшем приобретать. И это старая тема, которая вновь актуализируется, мне кажется, она при каждом президенте актуализировалась, но так не имела продолжения. Потому что, как бы, очень много сопротивления было, как бы, крайне непопулярно. Может быть, и, я не знаю, там, каких-то социологических, как бы, опросов не проводилось, но крик людей, которые крайне против, достаточно громкий. Должно так охарактеризовать. Как ты смотришь вообще на эту проблему, когда он говорит, отделим мох от котлет, все-таки, там, жилье, там, россиянам дадим, но без гражданства и совсем без всяких этих вытекающих последствий? Я это воспринимаю просто как заявление для СМИ очередное. У нас нередко на эту тему различного уровня политики, властей различных призывов делали заявление. Ситуация в этом направлении не меняется. Так получилось, что почему-то этот вопрос оказался завернут в российско-абхазскую повестку. Хотя, на мой взгляд, это создает дополнительную политизацию и конфликтное звучание этого вопроса. Это, на самом деле, вопрос внутри абхазского устройства экономического. К нему так и надо подходить. Очевидно, что у властей нет рычагов для того, чтобы этот вопрос перевести в практическую сферу. Как? Да, потому что очень много противников. И опасения обоснованы высказываться. Потому что абхазы помнят свое состояние, в котором мы жили накануне вооруженного конфликта с Грузией. Когда фактически бесправное меньшинство. А это было следствием как раз демографических процессов, которые мы не контролировали. И честно, дебри пробивали, чтобы в город попасть не было. Да. И, естественно, наше общество не хочет повторения этой ситуации. Эти все страхи, они, это же не просто мифический характер, носят какой-то нерациональный страх. Да, они имеют под собой основания. Поэтому, исходя из всего этого, этот вопрос нужно обсудить. Потому что сейчас его невозможно обсуждать. Потому что, если, допустим, человек говорит, что он за продажу жилья, его провозглашают предателем. То же это совершенно неверно. Другой, если против, значит он антироссийски настроенный. То есть, идет, фактически выстало вопросом какой-то внутриполитической пропаганды. То есть, из практического вопроса превратили в вопрос такой агрессивной внутриполитической пропаганды. Мне кажется, его надо просто спокойно обсудить. Можем решать или не можем. Весите все эти обстоятельства. В каком состоянии наше государство находится. Что это нам может, какие плюсы может дать, какие минусы дать. Исходя из этого, прийти к решению. Исходя из собственных интересов. Не потому, что где-то там записано в каком-то, не знаю, перечне, в какой-то повестке. Вот сейчас даже можно. Вот мы же знаем, например, много примеров, когда, как только Абхазию признали, многие граждане России здесь по разным всяким схемам приобрели жилье. А потом была серия конфликтов имущественных. Более того, я скажу, были конфликты, связанные с нашими гражданами, которые по всем решениям судов им должны вернуть жилье, они возвращают. То есть наше государство оказалось неспособным обеспечить даже имущественные права своих граждан. А в силу того, что это тоже вопрос восстановления в правах был в российско-абхазской повестке, это тоже выздавало напряженность. Российские власти дом построили на новом районе. Это за счет российских средств, чтобы решать проблему этих людей. Это наши граждане. Часть людей получили жилье в Адлере. То есть Россия пыталась, максимально понимая, что это конфликт на ситуации, и что вопрос не движется за счет наших внутренних резервов, они решили сами фактически. Дом на новом районе в Адлере квартире предоставляли. Ну а если это массовый характер приобретет нашим нынешним... Допустим, приобрели многие люди где-то дисперсно жилье. И возникнет серия конфликтов, которые будут иметь звучание уже такое внешнеполитическое. Поэтому нужно для того, чтобы такие вопросы решать, нужно понимать, как решать, где решать, что нам принесет, как это повлияет на социально-экономическую ситуацию в нашей стране. У нас тоже остро встает вопрос жилищного строительства для наших граждан. Как его решать? Вот с учетом всего этого, надо просто взять, позвать экспертов. Если здесь, а еще раз, это не только местных, надо позвать извне кого-то, который этим вопросом занимался. Посмотреть разный опыт, где в мире есть. Просто спокойно обсудить, без того, чтобы не накладывать на друг друга, какие-то клеймонии ставить, того или иного знака. Но все-таки этот вопрос продажи недвижимости россиян... Жилья хочу сказать. Недвижимость у нас можно на вполне законных основаниях приобретать. Как и жилье, кстати говоря. Ну, если июнь. Если ты... То есть, есть там лазейка в законе, когда юрлица зарегистрированы, могут не сверлиться, в том числе с иностранным капиталом, и так далее, они могут приобретать жилье. И понятно, что, коль есть такая большая-большая дыра, можно и ей пользоваться. И поэтому у меня возникает вопрос. Насколько вопрос политизирован? Ну, вот смотрите, у нас много инвесторов приехало, из России тоже, купило какие-то объекты вот такой недвижимости коммерческой. А сколько у нас было всяких разбирательств. Доходил до пикетов возле Абхазского посольства, кстати, помните? Это не так давно было. Это связано как раз с этими имуществами, правами людей, которые пришли, не жилье приобретали, они делали такую коммерческую недвижимость. То есть, жилье оборудовательников могут быть подобного рода президентом? Гораздо более массово. У меня тогда такой вопрос. Вот с того, кто работал некоторое время, ранее, там работал в администрации президента Возглава. Ты всегда вот это говоришь. Я всегда. Каждую передачу. Я всегда это буду слушать. А я благодаря тебе это помню. Но я исходя из этого, насколько вот этот вопрос продажи недвижимости, у нас все-таки, тем не менее, Жилья. А я тебя буду все-таки поговорить. Жилья. Жилья. Он актуален для Москвы. То есть, все время у нас говорят, что так или иначе связывают какие-то абхазские инициативы, там, в ответ, мол, Москва говорит. Вы знаете. Вот есть такая повестка, вот давайте, вы вот это сделаете, в том числе продажу. Разрешите продажу жилья россиянам, и мы тогда как бы разрешим вот этот ваш вопрос. Насколько вот это все взаимосвязано? Ну, вы понимаете, насколько этот вопрос важен России, я полагаю, что никакого существенного значения для России не может иметь. В принципе. Потому что для России здесь, ну, в Абхазии в геостратегическом плане, все спокойно, все понятно. Ясно, что Абхазия не собирается, это вообще ни в какие ее интересы не входит, менять какой-то вектор внешнеполитический. Вот, то есть в этом смысле, имея в виду даже вот весь объем наших торгово-экономических связей, вот оставим даже в стороне политические отношения, или военные отношения, просто взять торгово-экономические отношения, весь объем этих отношений практически осуществляется через Россию. Ну, и тут плюс еще прямая финансово-экономическая помощь со стороны России, оказывается, Абхазии. То есть в этом смысле здесь все понятно. Мне кажется, когда-то этот вопрос был внесен в повестку. Есть у российской бюрократии такая инерция. Вот когда какой-то вопрос попадает в повестку, потом его начинают контролирующие органы контролировать, что бы вы на этом направлении сделали. И все время те, кто занимается сотрудничеством развития российско-абхазских отношений, он у них всегда висит, как вот нерешенное, проблемное, вот там, где черточка стоит, вот что вот этот вопрос у нас в нашей повестке нерешен. На самом деле, ну, вы сами понимаете, что российско-абхазская повестка, она для России не является вот что-нибудь в первом пуле проблем, которые Россия решает на внешней политической арене. Еще раз говорю, здесь спокойно. Вот. И вот это вот висит и переходит, и по наследству кураторы меняются, а эта вот проблема остается. И если эту проблему отпустить вообще полностью и не заниматься, я думаю, наше общество само придет к тому, что здесь надо обсудить вообще вопросы имущественные, имущественных отношений. Как они здесь могут строиться? Как сюда привлекать инвестиции? Ну, президент же совершенно прав. У нас что будет? Ну, у нас политические амбиции достаточно большие в наше общество. Запросы потребительские высокие. Мы хотим, чтобы у нас культура развивалась, образование, медицина. Правильно? И в каждом селе было. Да, ну, чтобы у нас в каждом селе была школа. Это мы все хотим. А за счет каких средств это можно сделать? Вот. Если мы не создадим, допустим, возможности для инвестиций в ту или иную сферу иностранных инвестиций, можем мы ли это сами построить? А если мы это не разовьем, в каком направлении, что будет с нашей социальной сферой? Вот смотри, что у нас происходит? Вот смотри, был Советский Союз. Фактически, за счет перераспределения прибавочного продукта, что создавался в Советском Союзе, содержалась вся наша вот эта культурная инфраструктура. Советский Союз развалился. У нас экономическая базис вот такой маленький. А это все, к чему мы привыкли. Вот что составляет наше лицо национальное. Это наука, культура, языки, ансамбли. Все-все-все вместе взятое. Оно денег стоит. Либо оно все развается, деградирует. Мы же видим, в каком состоянии наша наука. Это же, ну, Абхазоведением. Если Абхаза не будет заниматься, никто не будет заниматься. Если наш институт, он постепенно, мы же видим, возраст уже не тот, где работает. Молодежь туда не идет. Или те же преподаватели абхазского языка не очень охотно люди идут. Но это же все проблемы материального свойства. Если ты не будешь экономику развивать, это все просто деградирует. Поэтому, как собака на стене лежать не получится. В какие-то сферы инвестиции пустить придется. Это требование времени. У нас нет здесь своего капитала. С другой стороны, знаешь, это касается не только недвижимости. Это многих глобальных проектов, которые так в разные периоды озвучивала наша власть. Нынешнее, прошлое и так далее. Все-таки я ни в одном проекте не видел сопровождающие такие проекты, цифровые выкладки по цифрам. Сколько там бюджет, сколько денег будет получать, что реально гражданам в материальном плане может принести. Вот такого рода раскладов не было. То есть это касается и нефти. Вот у нас всем все будет хорошо. И еще там сейчас по недвижимости и так далее. Очень много всяких... Что там далеко ходит? Про майнинг. Мы тут кучу чего слышим. Но при майнинге, хотя сообщили о цифрах, о том, что мы будем 50 миллионов в месяц получать. И кроме убытков, естественно, опять же ничего не получать. Тем не менее, мы всегда говорим, это хорошо или плохо. Но при этом мы не получаем реально анализа того, хотя бы экономического анализа. Что это может принести Абхазии? Или какие убытки могут... Какие проблемы могут... Мы же относимся к тому поколению, которое и проходило диалектический материализм. То есть на все проблемы должен быть взгляд диалектический. То есть нету вот, ой, это все только исключительно хорошо. Так не бывает. Не бывает, что было просто хорошо, без плохого, а плохое, без хорошего. Потому что если все действительно хорошо, потом может это вообще привести к депопуляции. Такое тоже бывало в жизни, понимаешь? Поэтому всегда будут риски. Жизнь, она так устроена. Человека сопровождают везде. И в личном плане. И человеческое общество везде сопровождает какие-то риски. На них надо просто профессионально, грамотно реагировать. И еще раз хочу сказать. Никакая власть в Абхазии, ни это, ни будущее, она крупные вопросы не в состоянии решить, если она не создаст, во-первых, площадку для обсуждения этих вопросов. Профессиональное обсуждение с участием всех своих оппонентов. И если она не создаст условия политической стабильности. Это просто будут заявления очередные. Или за, или против. И никуда это двигаться ничего не будет. Хорошо, просто мы перейдем к третьей теме. Достаточно у нас тоже политизированная тема. Тема грузино-абхазских отношений. И понедельник были опубликованы в СМИ. И не только в Абхазских, грузинских, но и в зарубежных СМИ. Были опубликованы предложения участников неформального грузино-абхазского диалога. Это так называемый лаймхаус. Лаймхаус, в котором в разные периоды участвовали ты, я участвовали и так далее. И достаточно позитивные предложения были. И при этом, в общем-то, я не заметил какой-то определенной реакции по этим предложениям. А речь идет, я сейчас, кто не знаком, я в общих чертах скажу, что речь идет, предлагаю создать возможности участники этого диалога, процесса, который он, наверное, тянется. Когда-то он начинался... По-моему, более 10 лет, я не ошибаюсь. Да, более 10 лет, а в конце 90-х был его прародитель, шляйминский процесс, где участвовали грузинские, абхазские политики, эксперты и так далее. Журналисты участвовали, участвовали общественные деятели. И после этого он перерос в Лаймхаус, как бы эта площадка называется. И вот они предлагают создать возможности для обсуждения сторонами конкретных проблем, путей решения. Их решение, в частности, развивать экономический потенциал региона, отказаться от враждебной риторики, действий, углубляющих опасения, существующих в обоих обществах. Продвигать политику, которая способствует защите прав людей, испытывающих негативное влияние неурегулированности конфликта. И обращать международных акторов к активной поддержке местных инициатив по мирному и устойчивому развитию. Ну там, коммуникации. Да, коммуникации, да. Это такое, как бы, люди не... Документ был опубликован без подписи. И, ну, там, кто хочет, можешь сказать, что я участвовал в этих проектах, кто-то не хочет это говорить о том, что вот в этих диалогах участвовал, да. Но, допустим, я и Астамур участвовали, как бы, можем открыто, как бы, заявить. И участвовали, кстати говоря, очень много наших, как бы, политиков, действующих, и те, которые во власти, и те, которые в оппозиции. То есть спектр достаточно разнообразный. Вот, как ты думаешь, вот если бы были подписи под этим документом, реакция была бы? Ну, ты издалека начал, я тоже издалека начал. Не уверен насчет подписи, что была бы другая реакция. Ну, и хорошо, мне кажется, что документ, он должен быть обсужден на каком-то экспертном уровне. И потом на основе вот этого размышления должна быть выработана реакция. Вот, профессиональная реакция. Потому что документ все-таки рассчитан на профессиональную реакцию. Действительно, вот ты правильно описал, что неформальный такой диалог, он идет давно. Насколько он много? Со второй, ну вот я вам, я вам как скажу, я в нем участвовал с самого начала. Ты еще со Шлянникова участвовал? Да, со Шлянникова, по-моему, первый раз я в 97-м году принимал участие, когда только это все начиналось. Ну, и Владислав Григорьевич меня сам не раз посылал на эти встречи, потому что, ну, мы обсуждали, потому что туда приезжали представители политического руководства Грузии того времени. Потому что, ну, вы понимаете, переговорный процесс, он создает какие-то ограничительные рамки, в том числе временные. Вот, и за пределами этих рамок и публично озвученных позиций, ну, трудно какие-то искать новые подходы и вообще посмотреть с какой-то другой стороны на свои интересы и на интересы другой стороны, на реальный интерес. Вот эти вот площадки неформальные, они такую возможность предоставляли. И вот этот неформальный переговорный процесс, он служил как бы лабораторией для официального переговорного процесса, потому что некоторые идеи потом они перекочевывали из этой неофициальной площадки на официальную. Ну, там же обсуждались такие вопросы, как вот прекращение всякой политической агрессивной пропаганды. Например, такие вопросы мы тоже обсуждали на этих, и им удавалось это вот снимать в острый момент, и это, на самом деле, создавало препятствия достижению каких-то официальных договоренностей, когда какая-то риторика шла, обмен такими какими-то заявлениями со стороны властей Абхазии и Грузии. Вот. И вот я еще раз говорю, это работало как сообщающиеся сосуды. Сейчас я думаю, что эти экспертные площадки тоже нужны, хотя официальный переговорный процесс у нас не осуществляется, потому что Женевский процесс – это обмен заявлениями со стороны представителей, которые не имеют статуса стороны в конфликте. Вот в этом документе, в составлении которого мы принимали участие, там содержится в том числе вопрос о формировании, о создании формата приемлемого для сторон, то есть для того, чтобы был такой формат, естественно, Грузия должна будет отказаться от законодательства об оккупированных территориях. Вот. Потом, естественно, что политические позиции сторон, они очень кардинально расходятся. Поэтому они оставлены за рамками этого документа. И там есть такие практические вопросы, которые касаются прекращения всяких действий, направленных на ограничение наших гуманитарных контактов. Вот. Когда, допустим, абхазские какие-то коллективы или, не знаю, торгово-промышленная палата или кто-то выезжает, их все время сопровождает какой-то негативный политический фон, который создают представительство… Да. Разворачивание назад. Да. И мне кажется, это вообще в Грузии должны понимать, что это ничего не дает, кроме раздражения. Вот. Да, они нам создают, мешают развитию образовательных программ каких-то, не знаю, возможностей культурных контактам. Кстати говоря, я как помню, в результате вот этих встреч, там, лет 5-6 назад удалось, даже больше, наверное, удалось все-таки пробить возможности. А на этой площадке участвуют, в этих дискуссиях участвуют не только абхазы и грузины, там участвуют и иностранные эксперты, в том числе и российские эксперты. И удалось тогда пробить то, чтобы абхазам, гражданам Абхазии имели возможность поступать в иностранные вузы, европейские вузы, в том числе, там, английские, британские вузы, там, швейцарские, немецкие вузы и так далее. То есть, больше стажировки, так называемые чивни, где-то там, годичные, двуходичные. Но, тем не менее, я думаю, это был достаточно такой хороший. Это леткий, очень удачный пример, но, к сожалению, леткий, потому что, в основном, мы встречаем такое противодействие. Есть другие тоже обстоятельства, вот они вскрылись, особенно после армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас идет активное обсуждение, ну, вообще, что такое Южный Кавказ? Южный Кавказ, вот и были, конечно, крупные есть игроки, без учета интересов которых вообще никакого регулирования Южно-Кавказских конфликтов невозможно. Это касается, это, прежде всего, Россия, самый крупный игрок, для которой это, в отличие от Запада, мне кажется, Южный Кавказ, это в сфере ее стратегических интересов находится. Для Запада тоже, но в меньшей степени, чем для России, потому что Запад далеко. Без учета интересов этих акторов и примирения интересов этих акторов, ни одна проблема на Южном Кавказе решена быть не может. Вот, сейчас, по итогам этого конфликта армяно-азербайджанского, кровопролитного конфликта, идет обсуждение вопроса реабилитации коммуникации. Южный Кавказ, еще раз возвращаю к этому вопросу, это такое связывающее звено между Европой и Передней Азией. Да, всегда, хоть возьмите античный период, хоть в Средневековье, хоть сейчас, он выполнял такую функцию. Он дальше будет выполнять такую функцию. И мне кажется, что мы должны все-таки найти свою роль и свое непосредственное участие в решении вот этих стратегических проблем, которые на Кавказе происходят. Они протекают вокруг этих коммуникаций. Это железная дорога, шоссейная дорога, связь. Мы помним не так давно, несколько лет назад, Россия, когда вступала в ВТО, они с Грузией этот вопрос обсуждали, мы в обсуждении этого вообще не участвовали. То есть мы должны сейчас все-таки какие-то моделировать ситуации, как мы могли бы защитить свои интересы и представить публично, как можно защитить свои интересы, если ты не представляешь их публично. Как представить сначала эти свои интересы и потом защитить их на какой-то международной площадке, чтобы мы были каким-то полноправным участником этих процессов. А вот эти коммуникационные проекты, мне кажется, они могут способствовать в определенной степени примирению, по крайней мере, на этом направлении интересов между Россией, Западом, Турцией, Ираном. Здесь очень сложная такая геополитическая картина. Это очень сложные игроки, но тем не менее эти игроки, они же не стремятся к непосредственному столкновению друг с другом. Они же находят при всех своих различиях, идеологических, культурных, политических, они находят примирение своих интересов. И такие небольшие страны, как Абхазия, Грузия тоже маленькая страна. Это на нашем фоне кажется, что Грузия большая страна. Для таких крупных игроков это очень маленькая территория, маленькое население. Ну что такое для международного рынка 3 миллиона населения? Это ничего вообще, ничего не значит. Вот такие небольшие страны, они должны найти свое место в этом процессе, чтобы просто не оказаться на обочине. Вот мы эти все вопросы обсуждали, понятно, что на большие какие-то мы не можем выйти какие-то решения, тем более, что это экспертное обсуждение. Мы надеемся, что это послужит, эта повестка, которую мы сделали с тобой вместе с другими нашими коллегами, может она чем-то поможет официальным представителям не только Абхазии, Грузии, но и других участников мирного процесса, который здесь идет. Я все-таки хотел бы в некое продолжение этого регионального контекста, который ты озвучил, все-таки продолжить. Вот сейчас, год назад закончилась война в Абхазии, очередная вторая война закончилась, и закончилась тем, что участвующие в этом конфликте страны при посредничестве России, при участии Турции договорились о каких-то очень радикальных шагах. То есть два народа, которые даже не общались между собой, как весь этот период, то есть ничего общего, они как такую условную, такую железобетонную стену между собой, между своими странами и народами поставили, они сейчас приходят, договорились о том, что о создании каких-то коммуникаций, дорог, которые там будут проходить, соединять основную часть территории Азербайджана, там с Нахичеванин, да, армяне тоже будут пробивать, как бы, могут попадать в Россию через территорию Азербайджана и так далее. Очень-таки какие-то революционные, я не знаю, насколько они возможны. Да, и в этом контексте как-нибудь есть идея, как бы, распространить вот все вот эти разблокирования коммуникаций, допустим, на остальную часть Южного Кавказа? Как ты думаешь, насколько это перспективно? Я думаю, что этот вопрос неизбежно попадет в актуальную повестку. Я уже вот предыдущий вот этого говорил, он попадет неизбежно. Это вопрос короткого времени, в политическую повестку основных игроков в этом регионе. И хочется, чтобы эти вопросы без нас не решались. Поэтому, мне кажется, заранее, по крайней мере, на публичном уровне, должна быть озвучена какая-то аргументированная наша позиция по поводу этих вопросов. Вот. Может, вот этот вот документ, он послужит стартом для обсуждения внутри нашего общества, на экспертном международном уровне, как это все, как эти интересы можно взаимопримирить, вот, чтобы неконфликтно эти вопросы решались. И с учетом наших экономических, политических интересов. Ну, в общем-то, я понимаю, что это достаточно такая щепетильная тема. А мы с тобой, вот сейчас всю передачу обсуждали щепетильные темы. Щепетильные темы, которые наслоились у нас годами. Ну, мы все, да, у нас все стало щепетильным. Я думаю, что мы должны без боязни обсуждать острые вопросы, это касается внешней политики, грузино-абхазских отношений, российско-абхазских отношений, вопросов жилья, инвестиций, все эти вопросы нужно обсуждать, ну, трезво. И тем не менее, ну, внутренних... Ну, если я, да, не устраиваю, ну, понятно, что без каких-то обменов, там, заявлений обойтись невозможно, да. Но все-таки, чтобы был какой-то нормальный фон для более-менее профессионального обсуждения и лишения этих проблем. Потому что мы давно застряли, мы находимся, мы еще, мы вот в каком-то замороженном состоянии, так долго не может продолжаться. Мы должны куда-то наметить свое движение, вот. Ну, на этих поисках своего движения, на этой возможности выйти из вечно такой, такой патовой нашей ситуации, когда есть, возникают различные проблемы, но мы их никогда не решаем, а лишь усугубляем мы. В общем-то, заканчиваем нашу передачу. Я еще раз напомню, что сегодня мы с нашим постоянным экспертом Астамуром Тами обсуждали насущные, да, те события, которые были актуальны последнюю неделю, и по своей содержательности они, наверное, будут всегда актуальны. И были давно актуальны, и будут и в будущем актуальны. Точнее, мы говорили о сегодняшнем дне, мы говорили о прошлом дне, мы будем говорить о будущем дне. На этом мы прощаемся с вами. С вами был, еще раз напомню, Астамур Тамия и Яин Алхашик. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова